сначала как бы действие проявлялось полосами видать корневая система еще не доходила до аммонийного или уже нитратного азота внесенного с осени в виде безводного аммиака и это все выделялось полосами этот участок он в целом не отличался ну настолько сейчас уже когда растения окрепли корневая система стала мощнее стала питаться этим уже азотом то есть явное отличие есть самое интересное что здесь видно виден как раз этот дефицит азота вот на этом участке и вот такая вот прям граница ну естественно мы смотрим смотрим развитие вот развитие на безводного аммиака здесь и кущения в пределах трех и можно сказать на контроле конечно это не выборочно я думаю что я сомневаюсь что я выбор вырвал именно про нет но они все практически типичные то есть вот такие же точно растение здесь же конечно развитие развитие получше как бы там ни было здесь развитие получше здесь кущения здесь совсем другие растения и и что хочу сказать что то что важно сам вас вообще азот важен еще раз доказывает важность и важность опять же внутри почвенного унесения азот азот неважно система ликвилайзер или это будет культиватором это будет пример если вы будете вносить жидкие удобрения или тот же безводный аммиак с осени или для некоторых культур может быть даже с весной эти подкормы даже кто-то практикует безводный аммиак на азимах поэтому я сам не ожидал я кстати этот эффект понравился не зря я здесь оставил такой вот контроль она и видно даже вот по редкам там где еще мяка не будет и не было мяка при дочке еще не хотят смыкаться а там где он был а китативная масса уже более развитая уже стремится замкнуться а вот Субтитры создавал DimaTorzok